Глава Северского района Андрей Дорошевский провел очередное расширенное планерное совещание, перед началом которого в торжественной обстановке вручили паспорта молодым людям, достигшим возраста 14 лет. Поздравил руководитель муниципалитета и победителей выборов глав двух поселений, прошедших минувшие выходные. Главой смоленского поселения был избран Роман Зотов, а Михайловского Елена Калименченко. Новые выборы предстоят и в северском поселении. Алексей Анашкин, возглавлявший сельскую администрацию меньше года, досрочно сложил свои полномочия. В ходе планерного совещания провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. С момента введения 1 июля 2023 года особого противопожарного режима на территории района, по данным ВИДДС, произошло уже 118 возгораний. Наиболее крупные возгорания были у нас в Львовском поселении, это хутор Ново-Ивановский, в северском поселении, хутор 8 марта, афибское поселение Санте-Росинка, для тушения которых привлекались значительные силы как пожарного гарнизона, так и муниципального звена. Основными причинами возгораний названы нарушения правил пожарной безопасности собственниками земельных участков, садоводческих и огороднических объединений. Глава района призвал активизировать работу с обладателями земельных участков, вплоть до прекращения аренды их арендаторами, которые не выполняют требования пожарной безопасности. Обсудили и положение дел по реализации программы «Догазификация». Филиал номер 12 АО «Газпром» газораспределения Краснодар поступило 2118 заявок от жителей. Заключено более полутора тысяч договоров. По 500 из них газ на сегодняшний день подведен к границам земельных участков. Глава района остался обеспокоен достаточно низкими темпами реализации программы.